не пересчитаешь. В этой категории их прям много. И объяснять каждый из них в момент того, как они это делают, мы просто не успеем. Мы будем объяснять их, может быть, парочку раз за каждую штучку. Понимаете, да? То есть, вот человек сделает у нас, ранят Dash Slash, такой классный movement trick с таким названием классным. Вот он сделал этого там. Мы скажем, вот, он сделал Dash Slash. И да, ладно, все, хватит рассказывать тут. Сразу же у нас начало. Покчем. Да, здесь главное наслаждаться. Да, и самый первый trick, что мы делаем, мы просто делаем Save Load. Выходим в меню и запускаем сразу же игру. Еще раз. То есть, выходим в меню, перезагружаем, короче, игру. И что нам скидывает? Стартовую катсцена, стартовые всякие туториалы и так далее. И сразу же мы попадаем в саму игру. Мы сразу же можем наблюдать... Это будет прекрасный рейс, ребят. Вы сможете наблюдать вообще два невероятных прохождения игры. Профессионала два. Да. И надо заметить, что в начале игры нам нужно достичь 400 душ вот этих вот золотых. Четырёхста. Обязательно. Четырёхста. Уже четырёхста. В этой категории четырёхста? Да, вроде 400 стоит. Не-не, я проверял, вроде 300 душ, чтобы купить одну обилку. И сейчас у нас факел, который потом исчезнет, но он очень бурдой. А-а-а, смотрите. Мы... Да, давай, объясни, для чего нам нужно факел. С помощью факела можно летать, то есть спамить атаку. Сейчас он покажет. И это будет бесконечный полёт, можно сказать. Они покажут, да. Это такой глайд, соответственно. Но факел не бесконечный, так что только сейчас. Больше такого не будет. Так, я понял. Я понял. Это я, дурак. Я посмотрел. Нет, ладно. 400 душ нам нужно. Но не суть. Да, ребят. Что вообще происходит с факелом на самом деле? Да, мы, безусловно, берём факел и летаем на нём. Но кроме этого, мы его сохраняем до места, до куда мы его не должны сохранить физически. То есть мы его должны были потерять до этого, то есть до этого момента давным-давно, в момент, когда нам надо было по стене ползти по потолку. Это уже сложно объяснить, на самом деле, то, что произошло раньше, потому что я говорю, здесь даже хороший профессионал этой игры не сможет объяснить все триксы так вот в хорошем, правильном темпе. Так вот, мы не должны сейчас физически иметь факел. Для чего? Для этого мы сразу же его тушим. Иначе волк, который будет следующим боссом, который упадёт на нас, засофтлощится, и мы не сможем пройти игру дальше. Да. То есть, примерно такая тема. Вот сейчас мы видим большого волка, который бежит за нами. Если у нас будет в этот момент факел, то он софтлокнется, к сожалению. Ну, и обычный чейз от волка, самая такая... Скриптованная штучка, на самом деле. Да, ничего сложного. А вот дальше уже будет, по-моему, небольшая фишка, то, что, ну, спам, спам. Стандартная тактика, вот этот спам, и всё. Ну, это, по-моему, последний раз, когда мы факел используем. Дальше у нас будет меч. Да? Да. Безусловно. И пока что самая простая часть закончена. Ну, и что дальше будет месиво с получением способностей. Да, я вот как раз таки хотел это отметить. Сейчас, в чат, вы наблюдаете обычную механику бега и прыжков. Это уже выглядит очень динамично и красиво, но дальше будет хлеще, дальше будет жёстче. Дальше мы будем сейчас получать различные способности по типу дэша, второго прыжка, меча, который тоже можно считать как способность. Сейчас мы получили меч. Мы сможем наблюдать, как мы будем использовать меч примерно как факел для того, чтобы передвигаться. Выше, ниже, вперёд, назад. Он будет нам помогать, то есть он даёт нам небольшую, так, фрейм ревитации. Вот сейчас мы смогли увидеть на левом экране сможем. То, как он с помощью меча подпрыгнул чуть выше и залез туда, куда бы не смог без него. Примерно так будет работать мечи у нас, меч в игре. Она будет использоваться для многих разных классных штук, объяснять которые мы попробуем, мы постараемся. Да, я постарался разучить. Небольшие ещё фишки по типу меч ресетит прыжок, то есть делаешь прыжок, он ресетит всё, в том числе и бэш, и дэш. Он ресетит все вот эти ресурсы, как называют их раннеры. Да. То есть, если пальчики у вас длинные, так все любите тыкать, то это прям такая вот игра динамичная для вас. Мне так вот нравится такая. Я в Blood Rain, Betrayal так же залипал, где всё динамично, есть дэш, где-то ресет, постоянно эти канцелы. И сейчас мы получили... Да, немножко объяснить вот, что это за деревья. Деревья, по лору игры, это деревья появляются на месте убитого Ори. Ну, такого же духа, как Ори. То есть, они погибают и на их месте появляются деревья. Но на самом деле это не так, потому что в первой игре нам сказали, в первой части нам сказали, что это так, а во второй части мы можем вырастить это дерево, почему-то без умершего духа рядом. В общем, да, небольшие такие штуки сломанные. Ну, в общем, будем считать, что всё ещё по лору это деревья, это мёртвые Ори, которые дают нам свою силу, благодаря чему мы получаем новые способности. Как, например, двойной прыжок сейчас. Да, потому что, ну, лор здесь не такой упор сделан, как на графику и музыку, скорее всего. Да, это правда. Так хайпануло, что фотографии... Подожди, Райан, я прошу тебя перебить, потому что сейчас... Внимание на ваши экраны, ребят! А? Что сейчас происходит, это, это прямо одна из самых жёстких штук. Это, как правильно сказать, advanced strata, потому что то, что сейчас выполняют раннеры без единой ошибки, это невероятно сложная вещь. То есть они используют определённый паттерн атак, они определённым образом байтят врага, чтобы он подошёл под определённым углом, прыгнул на них, и чтобы они смогли от него отпрыгнуть, получить ещё один дополнительный двойной прыжок. И это просто очень сложная штука. Это прямо настолько сложная штука, что дальше будет хуже. Так что, готовьтесь. Да, я тоже забыл про этот момент, то, что он очень трудный, и многие говорят, там, предикшены готовить, там, с какой попытки, многие из десятой не могут. Там просто очень сложно. Но сейчас, кажется, мы получаем дэш. Нет, раннеры ещё для дэш, по-моему. Может быть и нет. А, может быть, нет, регенерация, да. Регенерация нам тоже понадобится. Нет, она тоже нам даст movement, она даст нам определённое ускорение. Мы благодаря неё сможем делать определённую штучку, которую я объясню потом, когда она будет. Объясним потом, для чего нам понадобится регенерация. А так она просто регенерирует нам хп. За счёт душ. Ну, за счёт маны. Просто, как мы знаем, спидранеры, те, кому не нужен ни реген, ничего не нужно. Просто бежим, и всё. Да. Ну и, в общем-то, он сейчас накопил душ. Сейчас будет скоро покупка центри. Это такая штука, на которой вообще будет строиться самая основная механика вообще всех трюков. Которые очень удобно называются по типу. Если ты делаешь прыжок вместе с центри, то это центри-джамп. Если ты делаешь дэш вместе с центри, то это центри-дэш. Так что в названиях разбираться достаточно просто. Сейчас мы видим скип-катсцены, очень жёсткий скип-катсцены в том числе, потому что нужно очень важно пропаркурить. И сразу же мы покупаем центри у этого прекрасного, неважно, как его зовут, и сразу же видим гигантские прыжки. Что это такое? Это центри-джамп. То есть мы должны, чтобы сделать это центри-джамп, нажать центри и слэш-атаки вверх. В один фрейм. Из-за чего мы взлетаем вот так вот. Это вообще далеко не это. Это очень сильно ломающая игру механика. Сильно ломающая игру механика, честно. Вот так вот. Не вру. Да. Всё, самое основное. Да, вообще, что такое центри, что забавное, центри это само по себе просто вы ставите турельку у себя над головой, которая просто расстреливает всех врагов рядышком. Почему это работает как гигантский буст вверх вместе с атакой? Ну, никто не знает. Ну да, это так работает. И здесь мы, насколько я понимаю, получаем дэш, правильно? Это спирит арк. А, да, мы получаем лук, окей. То есть, да, пока что ничего такого серьезного. Сейчас все будут одни центри, центри-джампы. Да, вот мы видели, как центри сейчас расстреливал мушку снизу. Ну, можно было заметить. Так работает центри. Вот опять можно было заметить, да? Ну, ты, наверное, заметил? Да. Потому что это сложно заметить. Ну, а так работает центри обычно в казуальной игре. А мы это используем так, что мы всё ломаем. Ну, всё правильно. Мы же миллионеры, ломай, ломай. Ну, и сейчас... Да, мы прошли небольшой пазл, где надо было достать эти глазки и вставить их в эту статую, чтобы она открылась. И мы переходим в другую локацию. И опять же нам нужно будет собирать всякие части нашего ХП, части нашей маны. И что сейчас будет происходить? Мы сейчас смогли наблюдать, как мы кастановили на себя регенерацию и уплыли под воду. Что вообще происходит? Вода токсичная. Она не даёт нам жить в ней. То есть она убивает нас буквально за три секунды. Меньше, чем за три секунды. То есть что? Игрок не должен туда попадать. На дно этой воды. А на дне этой воды другая локация, которая находится под водой. Почему эта вода не падает под эту локацию? Непонятно. Почему мы можем просто проплыть и попасть в локацию, в которую мы не должны попасть? Непонятно. Но мы можем это сделать ровно так же, как мы потом поднимемся по этой воде обратно в локацию, в которую нам надо. И это очень большой скип. Это правда очень большой скип. Который, причём, достаточно простой. Это можно сделать в любой казуальной игре. Да. И там под водой строят чекпоинт, насколько я помню. И если ты умираешь, ты можешь очутиться на самом краю этой воды, текстуры, где она стоит в самом низу. Ты в любом случае пройдёшь через неё. А смерть, она ресетит хп вроде, как сказали ещё. Да, да, да. И здесь очень много ресетов будет вообще в меню, там просто смертей. Этот трюк можно сделать через выход в меню, но мы видели разные исполнения, на самом деле. Кто-то умер, кто-то вышел в меню, по-моему. Да, и тем временем мы получили дэш, как мы можем заметить. Дэш, у нас есть множество вариантов использования дэша. Мы можем использовать дэш, отменяя его разными способами. Точнее, это правильно сказать. Потому что мы можем наблюдать как... У дэша вообще что? У дэша есть кулдаун. Так, я уже начинаю теряться. Да, у дэша есть кулдаун, давайте по фасту. Мы его можем отменить ударом, мы можем его отменить прыжком. Из-за чего мы будем передвигаться быстрее. В данный момент мы плывём обратно в воду и просто переплываем обратно через эту воду, обратно на локацию, куда нам надо. Да, умираем и спаунимся уже чуть повыше. Хп ресетается, и как бы ничего не видно, и раннер пытается нащупать, куда плыть. И вот тоже такой важный момент. Да, в лоре достаточно много боссов. Не могу сказать точно... Я уверен, что в чате есть люди, знающие сколько боссов в лоре. Есть также как и боссы, ровно как и боссы, есть эскейпы. То есть, где нам надо убегать от босса, грубо говоря. Это тоже обязательные пункты, которые нам нужно сделать. То есть, все боссы и все эскейпы для этой категории, чтобы она была легитимна. И также мы сейчас могли наблюдать такую вещь, которая называется у нас. Я сейчас поищу как она называется и объясню как она работает. А пока Раймен поговорит. Да. Ну и в общем, говорят, что скорость Ори просто невероятно пальчиками клацаем, как бешеные, как пианисты просто играем там. Найтс оф... Найтс, ну вы поняли. И сейчас просто идет такая больше казуальная часть. Никаких трюков вроде как не будет. Еще одно дерево. Получаем, кажется, супер дэш, либо это вот этот бэш. Бэш, бэш. Да, бэш, бэш-дэш. И у бэша есть одна штука, как год мод. То есть, перед смертью в последний фрейм ты можешь юзнуть в воде бэш и получить бессмертие. Но если ты юзнешь бэш или выйдешь в меню, то ты его потеряешь. Классная штука. По поводу штуки, которую я хотел объяснить. Что я хотел объяснить. Вы могли наблюдать. Момент, когда Ори просто улетает вперед гигантской скоростью и непонятно, что вообще происходит, почему он получает эту гигантскую скорость. Сейчас я вам объясню. Этот трюк называется wave dash. И как он работает? Мы жмем регенерацию плюс кнопку движения в сторону стены. Из-за чего, когда мы нажимаем dash, мы улетаем вперед. Точнее, в другую сторону от того, куда мы жмем. Да, как-то так. И обязательно, чтобы эта стена была под наклоном. То есть, в определенных местах это используется по рану. Уже заранее знают раннеры, где они хотят это использовать. Да, еще раз. Это называется wave dash. Вот так вот. Wave dash. Да, мы наблюдаем, как можно спамить dash. Очень красиво выглядит. Было бы больше места, я бы, наверное, бесконечно сам делал. Это... Когда спирана Ори? Все, никогда. Потому что я смотрю... Нет, ну, если при драконеце клавиатуре, то, в принципе, неплохо. Но вот у людей джойстики, и это как бы уже полегче. Да, кстати, можете играть на джойстике или на клаве, без разницы. На клаве лучше, потому что быстрее выходить в меню получится. На самом деле, по поводу рейса, насколько я понимаю, сейчас хэдфайлд сильно впереди Скарфилда. Да, да, кстати. По причине того, что Скарфилд потерял слишком много здоровья, ему пришлось вернуть в один момент до хилки. И он потратил время на то, чтобы похилиться. И сейчас мы видим очередное использование хэда вейвдэша. И мы попадаем в так называемый бар. Нет, не бар, а как это правильно назвать-то? Торговец? Нет, нет, нет. Ну, короче, сейв-зона, грубо говоря. Давайте назовем это так. В которой у нас безопасная деревня, в которой мы можем поторговать, можем общаться, взять сайт-квесты, которые мы, конечно же, брать для этого не будем. И, соответственно, где же мы можем и апнуть свое оружие, мы можем купить новые вещи, которые мы хотим купить. Да. Да, скоро босс и самая приятная часть. Посмотрим, как вообще побеждают босса профессионалы. Там все так динамично, они так спамят, так убегают. Там какие-то мувменты именно с этим центри-джампом, просто удар, отмена, cancel. То есть там чередование идет просто бешеное в голове, тут просто как пианино, вот один-один. Скарфелд, вот где-то я посчитал, минута, да, он отстает, это, по-моему, критично уже для мировых рекордсменов. Нет, секунд сорок или поменьше, но... В любом случае, может наверстать еще. У нас что сейчас? Правильно? Новый год, да? Можно я мандаринку скушу? Спасибо. Правильно. Мандарина, кушать. Цитрусовые, чтобы не болеть. Да, вот. Headfield сейчас у нас, кажется, к катсцене, которая не скипнет, к сожалению. Придется посмотреть, либо посмотреть, как Scarfold проходит. VR у нас, кстати, 59 минут 49 секунд. Второе место, это 59 минут 54 секунды. И оба этих трайнера ранят прямо сейчас на ваших экранах. Гоняются за первое место. Да, это личная борьба, можно сказать. Ммм, вот рассказываю, да, про Ori 1 или 2. Да, ну кто играл, в общем-то, понимают про эти данжены. Очень много головолома, говорят. Это не проблема, потому что наши раннеры даже не понимают вообще, где они. Они просто прокликивают их. Да, катсцена у Scarfold только началась, и это очень далеко. Снова скилл, то есть паутина, как у Человека-паука. Как сказали, не очень полезная штука, но... В этот раз пригодится, но дальше уже будет больше вот опять вейвдэшинг. Да, мы видим, как примерно Scarfield уже отстает на секунд 20, я бы сказал. Уже достаточно большой отрыв. Но все еще, эта игра настолько непредсказуема, настолько сложна, что можно потерять время где угодно. Да, наверстал, кстати, неплохо, так? У меня другой вопрос, баба, откуда ты знаешь, что у меня две мандаринки? Черт, эти парни сидят в водной комнате. Ничего как бы, мы одобряем. Вот, говорят, Scarfield сейчас сохраняет каждую секунду, какую только можешь, чтобы вырвать. Потому что он понимает, что он позади. Ух, какой хороший вейвдэш. Ну и, как говорили, сейчас все головоломки, головоломки. Подходим к боссу. Такие места, которые требуют концентрации. Пальчики. Да, поэтому раннеры не говорят, а их комментируют. Да. Там невозможно думать, наверное, было бы. Ну и Хэтфилл. Кажется, сейчас, да, в другую локацию идет. Делает пару вот этих вот ударов. Ну, удар-ресет. Эти канцелы, дабл-джампы. Это все нужно знать. Ну вот, говорят как раз про такую тему, как нервные вот эти вот раны постоянно. Даже если ты чемпион мира, вот приходишь на ГДК и все плохо. Сейчас по воде будет прыгать. А вода, она нормал в моде. Убивает очень сильно. Поэтому падать вообще нельзя. Сейчас у нас, кстати, происходит эскейп. Я сейчас вспомню, как... Чат, давайте, я не буду вспоминать. Чат, скажите мне, как зовут эту совушку, которая... А, нет, не совушка, кстати. Как зовут этого босса, который бежит за нами? Я помню, что это... Этот Тентаклимен, это чувак, который поглотил свет. Чат, чат, как его зовут? Ори, это лесной дух. Ори, это листочек, лепесточек, который отвалился от дерева. Его зовут Леха. Леха, я занимаюсь. Тезка, получается. Ну вот, мы от него скрылись. Ладненько. В самом деле, реально, лор... Правда, в этой игре лор достаточно скудный. И его можно буквально посмотреть весь минут за пять. Так что, если кому-то прям очень сильно интересно за лор этой игры, то вы можете, в принципе, это очень быстро посмотреть. Да, мы сейчас видим, как у нас происходит катсцена на левом экране. И мы там разговаривали с мышкой. Эти мышки, это жители леса, в котором мы сейчас находимся. Ори вообще с другого леса. Да, у Ори известен пол, разработчики, никто не указывается на пол. То есть, Ори, это у нас средний род получается. И Ори прилетел с другого леса на своем друге, своей подруге, которую, к сожалению, убили. И мы хотим ее воскресить. Вот. А убили ее в обстоятельствах, когда другая сова, большая каменная сова, напала на Ори, пыталась убить Ори. И маленькая совушка, наш друг, помогла нам, защитила нас. И, к сожалению, попал в этот удар. И это очень грустная история, которая, кстати, второй раз повторяется, когда мы в начале игры теряем лучшего друга, либо, собственно, как-то правильно сказать, как это называется, приемную мать, но потом мы ее воскрешаем. Типа, ловим грустняшку, а потом такие, а, мы можем воскресить, нормально. Да. Тем временем, Headfield сделал один очень крутой трюк, который просто собирает Покчампа, если делать с первого раза. кажется, у него получилось два центри джампа, то есть один от другого. Сложная штука. Вообще, все, что вот это под водой, что супер опасно. Да, кстати, от Scarfell, по-моему, догоняет очень сильно, так, ой, зафейлил, нет. Все-таки вырвался. Да, кстати, правда. Хочет, хочет перегнать, доказать, что он крутой. Это же все-таки делается при такой аудитории. Да, сделал скип только что. Хэдфилд. Проплываю под платформой. Теперь нужно пособирать ключи. Да, открывает дверь. Проходит дальше. А вот Scarfell, конечно, сейчас будет делать такой же скип. Можно еще раз посмотреть. Хотел, ты открыл что-то, но... Water Dash, да, говорят... О, это BugChem, кстати, я доел мандаринки. Черт. Я теперь тоже хочу. На минуту, Кро? Мне кажется, поменьше. Water Dash, это, можно сказать, самая теперь имбовая штука, потому что наш герой не увязвим везде. И игра проходит теперь в два раза быстрее. Ну ладно тебе. Тоже мне скажешь. Ну, не в два раза быстрее, но в любом случае подводные секции очень сильно быстрее. Ну, да, подводные. То есть для казуального так это было бы вообще шикарно. То, что не придется плавать. Теперь игра вся состоит из динамики, никто не понимает, что происходит. И босс слева. Да, мы босса будем... Что мы будем делать с этим боссом? Просто попадать ему за спину и расстреливать его с арбалета. Ну, как говоря, с лука. Да. Он у нас забафанный, благодаря чему у нас четыре стрелы. Благодаря чему мы убиваем его быстрее. Легкий босс. Ой-ой-ой, не повезло немножко. Мы должны его уже добить, но он у него чуть-чуть побольше. Ну, не хотел одной отечки буквально. Нормально, мы справились. Ну, потеря времени для Скарфолда это прекрасно. Да. Черт, за кого болеем? Да, там... Болезнь пошла уже. Там... Нет, должны предикты были бы, ну ладно. Балов канала нет ни там, ни там, поэтому... Как на ГДК? Нет баллов канала? Нет, вот так вот. А как его можно отключить вот так? Это неправильно, ну ладно. Скарфолд классно дерется с боссом, он так быстро начал, как-то не стал ждать даже ничего. Динамично так прям. Равен, тюк-тюк. Ну да, вот... Ой, и сейчас мы видим... Мы находимся в так называемом тихом лесу, где как раз таки живет наша совушка, которая, грубо говоря, главный босс игры, которая не сделала ничего плохого, но она просто злая. Ее зовут Крик, насколько я помню. Так что это самое. Надо быть опасаться ее. Она как раз таки убила нашу подругу-совушку. У нее на самом деле грустная история, потому что... Хэтфилл там делает классный буст. Ой, у нее все получилось. Отлично. Там в центре надо поставить, сделать в центре джамп, и удариться головой в стену, и под этим же углом улететь. Красивая штука. И... Хэтфилл справляется со всеми вообще задачами. Отлично все. И вот сейчас мы видим Крик на экране. Вообще, тихие леса отличительны тем, что здесь все, если долго находятся, это леса, они отравлены. И все, кто в нем находится долгое время, и все, что в них находится долгое время, превращается в камень. К великому сожалению. То же случилось все с родителями Крик, и с самой Крик, но защитила ее немножко скорлупа. То есть она родилась наполовину закаменелой, в каменной броне, так сказать. И у нее не было возможности ни летать, ничего. И она была отвергнута из-за этого своими сородичами. И сейчас мы видим, как мы воскресили... Ну да, катсценки не было, но, в общем, мы воскресили своего друга, и на ней сейчас мы полетим, будем летать. И видим вот эту секцию с полетом на... Да, катсцены перепрыгнули, триггеры ее точнее. Чат, 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 как ее зовут? Как ее зовут? Как ее зовут нашу птичку? Кто в первую, вторую аре играл? Пожалуйста, чат, всегда знаешь. Да, никто не скажет, потому что... Пура? 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 Может быть, Пура? Пура? Блин, что-то там... А, она еще не погибла? Чтобы воскресить ее, да? Ку, мне давно усталость. Да, да, Ку. Сказали вот... Минуту 15, правда? Ужас какой. Реально. Я могу... Можно поверить информации от модератора, безусловно. Минут 15 у нас оставание первого, второго. Ну, тогда шансов, конечно, мало, потому что... Что первый, что второй играет, просто великолепно. Да. А, то есть, Ку еще... А, вот сейчас... Да, видимо, сейчас будет файт с криком. Файт, по-моему, из трех частей состоит даже. Точнее, скорее, это эскейп, потому что драться... Да. Это дракой не назовешь. Сейчас, по-моему, эскейп, а бой уже там такой... Очень сложный, кстати, я посмотрел. Классный бой. Да, мы сейчас нашли Ку. Да-да-да, мы сейчас просто встретились с Ку, потому что, когда они прилетели в этот лес на Ку, то есть... Да. Там очень интересная история, которую, может быть, я потом расскажу, если его просите. Мы прилетели в этот лес, их разделило. Ори и Ку разделило, и сейчас мы встретились. Они встретились, да. И, к сожалению, сейчас будет грустно к оценке потом, когда после боссфайта. Я так понимаю, она уже произошла. Да, классический ресет через меню. Еф. Так. Да, мы потеряли Ку. Еф. Наш лучший друг, к сожалению, это Патчин. И мы потеряли все свои обилки. Все, что мы можем делать, это, в принципе, дабл джамп. Ну и все, наконец-таки мы можем передвигаться. Что произойдет дальше по сюжету? Мы встретим жабу, которая скажет нам, что знает способ воскрешения Ку, что нам нужно собрать четыре части света дерева, чтобы установить свет в лесу. И одна из этих частей нам воскресит Ку. В общем так. Или все вместе вчетвером эти части, соединенные, они воскресит Ку. Да. Примерно как-то так. Соответственно, ровно так же, как нам надо собрать четыре части, мы попадем в три разные локации, в которых будут находиться три света. И один из этих светов нам уже дал жаба. Жаба нам дала один из этих светов. Но он слишком слабенький, чтобы воскресить Ку. Говорят, что секция сейчас будет, в которой раннеры просто будут летать по карте и можно даже не моргать, иначе все пропустите. Так что да, готовьте там водичку, смажьте глазки и готовьтесь не моргать. Да, потому что сейчас будет очень быстро. И да, кстати, арахнофобы, глазки точно закройте. И не моргайте. И те, кто не проходил игру, тоже вкладку смените. Ну и Маффет вылезла. Брудмастер для кого как. Ну, в общем, да, это страшно. И это паучиха, ее, кстати, зовут Мора. Так, для справки. И вообще она достаточно хорошая, персонаж. Но из-за того, что у нас погас свет в лесу, что это мешает ей ясно мыслить, из-за чего она нападает на нас. Так-то она неплохой персонаж. Деммер же очень мало, поэтому придется делать все очень быстро, очень много. Постоянные прыжки, канцелы, увороты. Надо знать тайминги, вот что самое главное. Да, помните, что эта игра это платформер, в котором, в принципе, нужно каждое действие делать правильно, иначе мы получим урон. А если мы получим урон, мы можем умереть. А смерть, соответственно, это потеря времени. Чекпоинтов, слава богу, в ней, кстати, стоит отметить. Чекпоинтов в ней очень много, и... Это единственный, наверное, такой лучик света для тех, кто начинает только ранить. Потому что тут очень много чекпоинтов. Такая добрая игра, скорее. То есть не прям такой хардкор, но... Да, я прям чувствую, как она веет добром. Прям лучи добра. Да, я чувствую тоже. Беленький цвет, там огоньки, и все это красиво, как на гирлянде. И все равно же, в итоге все добрые персонажи, ты говоришь, вот паучиха добрая. Но я вижу, что она добрая. Погласка. Это... Новый год же. Сами поможем. Да, вот мы паучку, в общем, немножко так это... По стоке он вновь, что проснулся, и все, и... Но, по счастью, для Скарфелла, они взяли свою карту. Вдругой конец карты. Карта очень большая. И нужно знать ее. То есть, ну... Минусы того, что... Кто-то хочет что-то выучить в таких категориях. Это надо все... Всю карту учить. В гайдах на спидранком есть целая карта в хорошем разрешении, но... Конечно, учить целую карту, это очень сложно. Скарфолд, говорят, побеждает очень хорошо. Ну, как, очень хорошо. Он был в... В секунде от смерти. Буквально. Потому что очень, очень маленькое количество здоровья осталось. Ну, это риск был из-за того, чтобы победить быстрее, да, там... Да, тем временем у нас сокращается... Расстояние между двумя раннерами. И мы попадаем в снежный биом. В снежную локацию. Парашют, кстати, мы получили, да, когда-то. А, да, это перышко. Но, на самом деле, после смерти Кура. Кура нам попала в руки. А, или с самого начала игры. В общем, не совсем помню, но в какой-то момент мы получили его, да? И теперь мы можем гладить. Ну, определенно мы получили его в какой-то момент. Все равно использует только сейчас. Видимо, получили только, но в целом использовалось раза три, поэтому... Так, еще босс. Выглядит не так страшно. А, это не босс, это... Это мини-босс такой, да. Мини-боссик. Да, обычно в казуальном прохождении мы должны как бы убивать врагов, там, фармить с них душ и прокачиваться. Кто играл в Hollow Knight, но не играл в Ori. В принципе, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Примерно то же самое, что в Hollow Knight, где мы выбиваем там различные... Как они называются-то? Блин, я забыл, как называются же точки денежка в Hollow Knight, но простите уж. Мы сейчас не об этом. Да, валют выбивали там и также прокачивали. Здесь примерно то же самое, только вот вране, что там, что здесь, это почти не используется. Потому что у нас нет времени на фарм. Нам нужно бежать, 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 бежать. Да, ничего не купить практически, кроме центри и все. Все остальное мы получаем и уже от этого отталкиваемся. Ух, вот эта часть еще. Это выглядело как перемотка, но... Это просто вейвдэш. Но выглядит круто. Где? Сейчас еще Scarfell сделает это. Я еще раз хочу посмотреть. Примерно через 30 секунд, да? Да. Вот сейчас он пролетит здесь. Кстати, классное место. Требует такой прям координации. Я уверен, что в казуальном многие похоронили здесь свои нервы. Вот сейчас будет биг вейвдэш. Тем временем у нас эскейп на левом экране. Вот сейчас дэш будет. Ух. Красиво. Она разделяет их. Одна катсцена. Одна катсцена закончилась, у другого она началась. Так что... Используя все трюки, пытаемся эскейпинуться. Все, что нам дали, все используем. Все, что дали, все, что не дали. Все, что можем. Все используем. Да. И даже вот как бы всегда окажется спидрайер, он идет с такой огромной скоростью. Как бы казуально ведь не предназначено для таких вот скоростей. Но за тобой, прям за спиной вот почти подходит уже босс. И не понимаешь, как так? Ой, мы видим доброго Мишку. Ой, Миша. Добрый Мишка нам помогает. Мы с ним поразговаривали и все круто. И сейчас у Скарфилда очень опасная ситуация, потому что у него одно хп. Одно хп это всегда страшно. Да-да-да, ему нельзя ошибаться. Любая ошибка, любая ошибка смерть. Будет начать все от начала. Смотрит довольно хорошо, но это может быть страшная секция. Какой-то прекрасный ролик. Ой-ой-ой. Чуть не упал на шп, да. Тем временем, Хэдфилда съели. Ну все, Хэдфилда, он проиграл. Его съели. Да? Съели проиграл. И вылезли Тентакли, чтобы выплюнула обратно жаба. У нас. Живем. Да, нашу прекрасную жабу контролирует. Теперь. У нас. Живем. Да, нашу прекрасную жабу контролирует. Теперь. Жаба безусловно положительный персонаж, но нам, к сожалению, сейчас придется сражаться с ней. И скорее с тентаклями, конечно, но жаба, к сожалению, под контролем. Мы видим, как арена буквально изменяется на наших глазах. арена буквально извиняется. Я знаю, что, как игроков, это всегда страшная ситуация, когда этот РНГ пришел. Да, немного сложный босс. Микроконтроль пошел. Парашют, выстрел, меч. Да, как мы и говорили уже заранее, давным-давно отмечали, каждый удар в воздухе восстановит наш, ну, попадание по врагу в воздухе, восстановит наш прыжок, восстановит наш дэш, восстановит все ресурсы, что нам вообще понадобится. Ну да, и выглядит как канцл. Да, это и называется как канцл. В итоге очень трудно уследить, что вообще он делает, как. Потому что просто спам идет. Ну, с Карфилда, кстати, побыстрее происходит все, в принципе. Да, уверенно, идет, конечно. Я вообще не замечал от него ошибок. Он разве что со второй попытки из воды вылез, и все. И, по-моему, очень даже близко они идут друг к дружке. Опять же. Одна катсцена, только в этот раз катсцена поменьше. Я бы сказал, что это разница, наверное, в секунду 30-40. Так как таймер-то один, и он, кажется, не ингейм, ну, то... У меня есть 250 долларов, который уступит. Хотя сомневаюсь, что, конечно, Хэтфилд вообще уступит. Мы видим, как Ори немножко подлагал у Скарфилда. Завис. Нет, он летать умеет. Лягушечка помирает. Да, очень грустно. Отвернитесь. Просто там он щелкнул пальцами, как бы, и она растворилась. Что же он натворил? Что ж он натворил? Это шлянич. Очень грустно. Я рад, что я увидел тебя в жизни, как человек, и рад, чтобы называть себя вашим другом. Донация идет к выбору Скарфилд. Так что, Мия – лучшая девушка. А мы на данный момент получили четыре света, да? Четыре соединили. Соединяли четыре света, да, чат, 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 подсказки? У нас уже четыре света есть. Чат, 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 чат. Лороведы, пожалуйста. Сейчас будет бешеный дешинг, дешинг, канцелинг. И я буду снять в зоне, чтобы закончить эту зону и перейти к Винсвотвейсу. Моя личная зона, как и у вас, Рус? А, как я говорил, я люблю мольдвуд, но это, наверное, близкий секрет. Когда мы увидим экстенденную скепку, Хетфилд играет, а floor – лава. Потому что, если мы трогаем пол, то есть, что будет играть. Да, вот важное отмечает – не трогать пол, иначе начнется катсцена, и он уже прошел эту часть. Пол – лава. Да. Ну, ран-то все равно уже недалеко от конца, и все-таки Хетфилд вот сейчас очень далеко уходит. Нигде не фейлит, все красиво. То есть мы сейчас идем за последним светом, радненько. Спасибо. Какая-то обилочка. Сейчас мы скажем, что это за обилочка. Хетфилд просто так, как Хетфилд берет Буро. Да, Буро – это, по-моему, именно такое, что… А. И песочный вейв, даже. Мы с тобой одновременно сказали «А». А. 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 Теперь мы можем ползать под песком, с такой же скоростью, как и под водой. А. Да, выглядит это как Ворумс какой-то. Если кто-то понимает. Я не знаю, кто-то помнит вообще просто… 50 лет уже. Тебе 50 лет? Да. Порыты. А. А. Нужно 4. А. Нам не нужно. Да, можно и так… холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм-холм. А. 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 А, а говорят, что хетфилд на клавиатуре играет. Так видно, что у него кнопки на Клаву забинчены, да, и плюс мышку видно. А, да. Мне просто я удивлен. Многие же на контроллере так доминируют, а тут на клавиатуре... Всегда есть у раннера, который отличается по типу в Dark Souls. Есть раннеры, которые ранят на клавиатуре. Это такая мотивация всем, кто вот, знаешь, сидят такие, «О, у меня нет там DualShock'а 4 за 5000». Бац, там просто человек на клавиатуре все делает. У тебя есть клавиатура, и все. «О, у меня нет DualShock'а 5. Я что-то не хочу вообще начинать это самое». Конечно, офисная мембранка, может, и не подойдет, потому что количество нажатий ограничено, но какая-то дешевая клава уже может вас там в вэрхолдеры как-то пропихнуть, если немного стараться. Потому что игра, она такая динамичная, скорее всего, еще будут рекорды куда-то увеличиваться там. Тем временем мы все ближе и ближе к концу. Да, 10 минут. А может, и вэр, кто знает. Хэтфилд, по-моему, что-то бешеный. Вообще, да, у Хэтфилд ошибок я не помню толком. Ну, они, безусловно, есть. Он терял и секунд 30, я думаю. Ну, пока не узнаем. Где-то предикшены будут у самих раннеров, может, позже. Рушим колонну? Бедная колонна. Да. Как всегда, во всех играх колоннер надо рушить. Считаться, бедная колонна. Спасибо. У нас еще другая донация. 25 долларов от Кириллеса, кто говорит, это самый прекрасный момент этого года. АГДК. Первая донация многих. Мои родители обоих детекциях и лечениях. Там кого-то родители оба раком болеют, и мы сейчас донатим на их лечение. Очень важный, на самом деле, момент, когда мы воскрешаем свет этого леса. Но, к сожалению, дерево, которое хранит свет, то есть у света всегда должно быть дерево, у дерева всегда должен быть свет. Если одно лишается другого, то не будет ни света, ни дерева. И, к сожалению, дерево погибло в этом лесу, из-за чего свет... Дерево погибло в своей смерти, но из-за чего свет все равно разлетелось по всему лесу, и все, пришло в упадок. И сейчас у нас... Наконец-таки мы восстановили свет, и нам нужно найти дерево для этого света, к сожалению. И, Хоббс, я знаю, что ты был виноват, или что это? Это просто... Эскейп, скорее всего, сейчас. Червячок. Да, это эскейп, но червячок прям сошел с обложек... Даже нет, с фильма... Люди в черном. Такой... Ух... Че-то напомнило, страшно, конечно. Вообще, не люблю эскейп в играх, у тебя всегда просто так... А-а-а-а, паника! И все, и ты... Вот страшно. Даже спидранер, вот... Ну нет, он, кстати, быстро бежит. А козуалу там... Вообще страшно. Он еще и крутится, как отвертка за... 2999 рублей, которую я хотел купить электроотвертку, но он не купил. Да. Чисто так, ну, день рождения скоро. Ой. И, в общем, да, вот, хп... Потерял где-то хп... 14... Ой, извините. Канксер... Нет. Да. Вот. Там катсцена, конечно. У нас началась катсцена, где мы оторвались от червячка. Теревятек, если не проблема. Сейчас песчаную бурю топаем. Да, а нам-то говорят, что Скарфелд не так сильно отстает. И все еще есть шанс на победу. Наверное, вам так скажу, что пейс далеко не верхолдерный, но ребята не попадают в оверсти мать ни в коем случае. Примерно 5 минут они отстают от VR пейса. Ну, мне кажется, они выбрали страты какие-то более сейвовые, потому что... Ну, это также это in-game... Ой, это... Это real-time. Надо не забывать. Я сказал in-game time, так что... Вообще они так-то могут вообще не отставать ни в коем случае. Потому что... Сейчас я посмотрю. Ну, подходим к месту, где куча телепортов еще. Это прибавляет еще плюс к динамике игры, и невозможно будет уследить. Ну, сейчас просто лифт. Классическая сцена, на самом деле, вообще такая квинтэссенция, для всех вот таких игр, где есть лифт, к тебе прыгают враги, тебе надо их убивать. Я не знаю, я во всех просто таких играх встречал это. Так, я могу сказать, что... все очень даже хорошо у ребят. Они определенно... Ну, прям... На очень хорошем пейсе. Возможно, даже в VR, я думаю. Я, конечно, не профессионал в этом деле. В действительности же мы наблюдаем сейчас Битлз. Сложно просто сказать, потому что нету in-game тайма. Да. Оно есть, но оно скрыто от наших глаз. У нас есть только реал-тайм. А реал-тайм, к сожалению, зачастую... Не прав. Да, в реал-тайме. И мы получаем лаунч. По-моему... Не сильно отстоит все-таки. А, это SuperDash? Мы можем его использовать в любой момент. Неважно... Ну, нам не нужны никакие айтемы для этого. Ни враги, ничего не надо. Просто лаунч. Мы можем сделать лаунч. Ну, можем... Да, как нам говорят, мы просто можем летать. Бэш-дэш. Бэш-дэш. Ну, и, по-моему, это... Сейчас финальный босс скоро. Тот самый бой. А, на самом деле, пейс у Хетфилда быстрее, чем у него. На его ПБ. На 15 секунд. По ингейм тайму. Ой, по реал-тайму. Но это опять же реал-тайма. Оно всегда неправо. Очень-очень-очень-очень интересно узнать, какое же будет окончательное эндгейм время. Потому что оно вполне может быть мировым рекордом. Бывает, бывает такое. И нам еще напомнили, что это очень сложное место вообще. Само по себе. Много телепортов, лазеров, всяких крутящихся штук, шипов, главное. И... Ну, это, наверное, самое большое место концентрации. Буквально 4-5 минут остается у раннеров, чтобы закончить... Ну, остается до конца рана. Сейчас мы откроем все двери к финальным боссу. Да, вот если я правильно помню, сейчас очень классная часть будет. Придется по воздуху полетать. Да. Да, страшная ситуация, напряженная. Дэмэдж получать опасно. Я бы даже сказал, что разрыв может быть меньше, чем мы думаем, потому что РТА время, реалтайм время у раннеров на их ПБшках различаются буквально на минуту. То есть у Скарфилда это минута дольше реалтайм. Так что возможно загрузки у Скарфилда просто дольше. И разрыв на самом деле меньше, чем 39 секунд. Скорее всего, это так. Что-то такое уже говорили. Ну да, только не на нашей трансляции, к сожалению. И поэтому я сказал это. Ну да. Логично. Просто я как-то не могу ловить вот как... Ну шансов уже просто нету, зная, что будет дальше. Да. Только если на 8. Потому что, ну, в Air два чела, которые играют идеально. Чат, плюс чат, чат, плюс чат, кто знает, что будет дальше. Я ставлю плюс, потому что я знаю. 100%. 90%. Я знаю. 5% что будет дальше. Как бы. Все мы знаем уже. 100% известная информация. Финальный босс. Он сейчас будет, кстати, очень красивый босс-файд. Можем насладиться этим. Да, кстати, фанаты Undertale ловят босс-шбайки. Телепорты-телепорты. Еще немного пазлов. Попрыкушек. И... Реген юзанул. Видимо, что-то опасное сейчас будет. Да, куча лазеров просто получает дэмэдж. Это дэмэдж-буст был, нам сказали. Как бы. Все так и планировалось. Да, кстати, в каких-то моментах же здесь дэмэдж тоже играет свою роль. Как и с... Да, на самом деле, без шуток есть дэмэдж-буст в этой игре. Как в каких-то старых на Нинтендо-играх. Да, другого варианта нет. Прохождение, конечно, здесь везде лазеры, везде все спамят парашют. Да, где мы получаем инвульфреймы из фрейма неуязвимости для того, чтобы проходить места, где мы не должны проходить. везде не нужно сделать полную ротацию, и он делает только так. Такое, что стоит между Хэтфилдом и победителем, то есть виртуальная стажа есть немного движения, но мы близко к финальному боссу, но у нас еще минут шесть остается, ну, примерно. Мы передвигаемся к финальному боссу, да. Да, все. Мы сейчас бьемся с криком. это нам сказали, что очень можно легко умереть здесь. И это еще только была кажется первая стадия, сейчас вторая чейз, и третья самая сложная. четыре. Их четыре. Их четыре даже. Их четыре даже. Ну, вот первая была, сейчас чейз, вторая, я так понимаю, что-то... И вот на этом месте будет финальный файт, по-моему, поэтому я думал, что три. Фейс-3. Ой-ой-ой, а со Скарфилд очень близко, на самом деле. Да, если он быстро убьет босса, то может быть, как тут... Очень-очень-очень интрига. Интриг... Ажиотаж! Ажиотаж! Да. Тут кто кого переспамит. Ну, у кого, может, клавиатура сломается от этого, джойстик. Тут главное, спамить. Скарфилд выходит вперед! Да. У Скарфилд даже что-то пошло не так. Но Скарфилд погиб, и теперь Хэтфилд впереди! О, боже! Нет, Скарфилд стоит на краю. А теперь... А теперь... Хэтфилд сейчас на финальной фазе. Да, сейчас последние пару ударов. Скарфилду надо просто буквально одну тычку дать, чтобы... Все, сейчас будет мега-дорж на воздухе. Очень. Требует огромного, вообще... Вот. Все. Скилл. Буквально Скарфилд вырывается вперед в конце раны. Скарфилд пару ударов, два ударов, Скарфилд! Он быстрее побеждает пауза. Это... Это... Победа? Как... Он... Кто-то поставил время, но... Человек, который поставил время, он еще... не совсем правильного поставил, насколько я понимаю. Невероятно. Невозможно, что срезаны 4 минуты. Сейчас я скажу, где, на самом деле, время становится. Да, еще... Огонька будет. Да, 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 да. Мы посмотрим катсценку и пройдем сейчас. Но... Это такой комбэк! Ребят, это... Скарфилд вышел вперед. Буквально все, нигде больше времени не сохранить. Сейчас мы будем 3 минуты смотреть на прекрасную оценку. О, мой Бог. Это невероятно. И... Я думаю, что они не мутили в... 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 Скарфилд в... Скарфилд Я... не знаю, что случилось. Я... не знаю, что случилось. Но я победил. Ты... Ты победил. Да, он не победил. И он... Да. Это просто... Идеальный пример. Не надо терять... Типа... Надежды. Никогда не теряйте надежды. Последний босс. Я понимаю, что время все еще идет. Но это самое время для клапы. Никогда больше... Кроме как сейчас. Потому что все, Скарфилд победил. Несмотря на то, что у нас еще идет время, оно будет еще 2 минуты идти. Мы просто смотрим катсценку. Такие уж правила. Ну те, кто не проходил игру, наверняка... Да. Смысл этой катсцены в том, что Крик, которая была гонимая всеми, в конце концов, она была гонимая всеми, из-за чего гнала всех, когда стала сильнее всех. И когда ее победили, она пришла просто к своим родителям и вжалась в них. Да, и все. И все, сейчас будет время. Очень грустная история. Ну и тут уже ничего не сделать, Скарфилд. И время будет в момент, когда у Ори, когда у игроков не будет возможности контролировать. Да, у Птички грустная история. К сожалению, ей никто не дал второго шанса. Даже когда Ори пощадил ее, потому что была возможность у Огонька убить эту птицу, Огонек собирался убить эту птицу, но Ори остановил его. И сейчас Ори идет и вспоминает всех своих друзей, кого он уже давно не видел, кого уже никогда не увидит, и придвигается к своему Огоньку. Я имею в виду, Скарфилд, что ты говоришь о коммуниции здесь? Да, абсолютно потрясающе. В теории, должен быть взять Огонек, и поняв то, что, чтобы Огонек мог нормально функционировать, Ори должен превратиться в деревце, которое превратится в большое-большое деревце, чтобы спасти этот лес и внести свет в этот лес, и все было хорошо. Время. Это время. Очень близко. И это еще одно время. Эти раны очень близки. Да, время что-то там залогнуло, но да, около 10 секунд. Какая ирония. Что в таблице, что здесь, отставание такое. Хэтфилд лидировал очень много времени, лидировал на очень большое количество времени, но все равно, к сожалению или к счастью, это уже вам решать. Скарфилд победил. Побеждает. И получается, заслуженная победа Верхолдера. Ори теперь деревца, которая воскрешает свою подругу Ку, которая в окружении своих близких и друзей воскрешается. И это счастливая концовка. Да, ребята, хочется напомнить, что говорят сейчас раннеры, что у игры очень большой комьюнити. Если вы заинтересованы в присоединении к этому большому комьюнити, вы можете в любой момент залететь в Дискорд и сказать, ребята, здорово, я, короче, хочу поранить и спрашивать, что хотите, и вам все объясняют. За слова раннеров, они врать не станут. И здесь Ку с близкими родственниками приходят на место, где Ори превратился в деревце. Они горюют по Ори, но потом они увидят, что Ори превращается в деревце, и на самом деле Ори не мертв. И Ори деревце. И они понимают, что Ори живой. И они радуются этому, безусловно. И все мои друзья тоже смотрят. Да, я просто очень рада. Спасибо, всем. Ори вырастает, за ним ухаживают его друзья, его родственники. И они всегда рядом. Все получается. Прекрасная и грустная концовочка. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова